Центр, восток и север страны тоже в снежном плену. Из-за мощных снегопадов и свирепого бурана на дорогах там настоящий коллапс. Тысячи автомобилей стали заложниками закрытых автотрасс. За прогнозом погоды вместе с жителями этих регионов следит наш корреспондент Инна Лопатка. Метель, снег с дождем и сильнейший гололед сковали автотрассы на востоке. Самый сложный участок в Кокпектинском районе. Чтобы вызволить людей из снежной западни, полицейские и дорожники привлекают тяжелую технику. В центральных регионах свирепствует буран. Школьников экстренно отправили на дистанционку. Заложниками пурги оказались сотни машин. Большинство попали в пробки возле блокпостов у закрытых трасс. Около сотни водителей непогода застала врасплох прямо в пути. Конечно, будем ждать, когда распогодится. А что еще делать? Я был в Караганде, сейчас возвращаюсь домой в Тимиртау. Думаю, если бы техника впереди ехала, прочищала дорогу, мы могли бы колонной проехать. Больше всего жалоб на переметы и снежные заторы на дорогах с севера страны. Открытые автотрассы сейчас в регионе большая редкость. Движение запрещено практически по всем направлениям. Из-за метели нулевая видимость, порывы ветра достигают 20 метров в секунду. Ситуацию усложняет дождь и коли изо льда на дорогах. Обстановку по автодорогам вы можете узнать, обратившись, пройдя по ссылке на сайт ситуационного центра «Казахавтожол». Там в оперативном режиме обновляются и вносятся все данные, где красным цветом отмечаются именно закрытые участки автомобильных дорог. Мобильное приложение «Дармен» позволяет заблаговременно также провести оперативное информирование населения об ухудшении метеообстановки, а также обстановке на автодорогах. Спасатели предупреждают, в ближайшие дни ситуация только ухудшится. Метель не прекратится, а порывы ветра усилятся до 30 метров в секунду. Жители просят без особой надобности не выезжать за пределы населенных пунктов. А тем, кто рискует и отправляется в путь, рекомендуют иметь при себе дополнительную теплую одежду, еду, автомобильный трос и лопату, которые в случае беды понадобятся для спасения. Инна Лопатка, Елена Назирова, Игорь Мухтаева, Изадюсен Андрей Масан, КТК.